И с задержаниями закончилась акция против уплотнительной застройки в Петербурге. На эту акцию приехали представители от Единой России. Кандидатов в депутаты разгневанные жители сначала освистали, а затем пытались побить. Однако пострадал в результате пенсионер. Ему представители охраны сломали руку. Подробности этой скандальной истории изучал Владимир Роменский. Он прямо сейчас рядом со мной. Володя, здравствуй. Поделись, что же произошло. Никита, единоросов не просто освистали. Их силой выгоняли с общественной акции. Произошли эти события в Приморском районе Петербурга во время митинга против строительства новых многоэтажных домов. Порядка 700 жителей собрались, чтобы выразить свое возмущение в связи с планами властей и собрать подписи под обращением к руководству города. По соседству расположились агитаторы от Единой России, но встретили их очень недружелюбно. Прошу прощения, если мне будет в минуту поговорить безумцы. Хорошо? Молодые люди. Но есть же люди, которые хотят послушать, что я... Разрешите сказать? Мужчины, уйдите меня. Я кандидат от Народного фронта. Дайте мне сказать. После этого на импровизированную сцену поползли люди охраны кандидатов в депутаты Максима Длагополова. Тотого, с которого пытались сорвать шарф Единой России, вытолкнула из кузова пенсионера. В результате падения 72-летний мужчина сломал руку. Однако напор недовольных оказался сильнее, и единороссам пришлось ретироваться. Кандидат в депутаты одним из первых выпрыгнул из кузова, и вместе с охраной предпочел скрыться. Позднее он пытался объяснить, что вопрос со строительством уже решен, и власти отказались от планов возведения многоэтажного дома на пустыре. Однако собравшиеся отказались его слушать, а организаторы митинга позже недоумевали, почему единороссы без разрешения из каких-то согласований решили принять участие в акции, на которую их никто не приглашал. Сам Максим Длагополова свое видение произошедшего изложил в своем блоге. Причем причину потасовки он увидел в провокаторах, которые пришли специально, чтобы скомпрометировать его и партию. Они действовали организованной группой и действовали слаженно. В заключении поста он выразил благодарность сотрудникам полиции. Они смогли предотвратить беспорядки, уверенность Длагополов. Ну а я в свою очередь отмечу, что было задержано 8 человек, в том числе журналист телеканала Питер ТВ. Ему пришлось просидеть в отделении всю ночь, так же, как и всем остальным. А вот случайно хотел тебя узнать, если ты изучал блог Максима Длагополова, он не говорит, откуда у него охрана. Причем там, судя по всему, далеко не один охранник. Это уже полагается кандидатом в депутаты в Санкт-Петербурге? Ну не знаю, может быть он предполагал, на какое опасное задание его отправляют. Спасибо большое. Это был Владимир Роменский с рассказом о находчивом и, возможно, даже мудром кандидате в депутаты от «Единой России» Максиме Длагополове.